Музыка Человек, идущий по зебре на белом фоне, это знак «Пешеходный переход». Его узнают даже самые маленькие. Это со светоотражателем, чтобы водитель заметил его даже ночью. Вот только насколько наш город обеспечен такими знаками и табличками. Это проект «Городская среда», и сегодня мы поговорим о знаках дорожного движения. Дорожный знак – это путеводитель как для водителей, так и для пешеходов. Несколько цветов, определенная форма – уже целый сигнал. Но просто так установить такое предупреждение не получится. Если скаржится гражданин стосовно необходимости данного дорожного знака, то проводится проверка органов национальной полиции. И если обеспечение безопасности дорожного руха будет увеличено установлением этого дорожного знака, и оно не будет соперечить требованиям и государственным стандартам Украины, то органы национальной полиции имеют право, также в соответствии с статьей 27 Закон Украины про дорожный рух, выдавать свои требования и приписи на органы местной власти для установления данных дорожных знаков. Одна из основных проблем в теплое время года – это спрятанные знаки. Коммунальные службы не следят за тем, чтобы их было видно, а водители думают, что это сделано специально, чтобы их штрафовать. В таком случае автомобилист может подать жалобу. Если водитель не увидел этот знак, и это объективно, из-за того, что он действительно закрыт зелеными насаждениями, закрыт какими-то рекламными щитами, или может быть стоит какое-то крупногабаритное транспортное средство, в принципе, если подойдет сотрудник полиции и скажет ему о таком нарушении, ну, водитель может побороться за свои права. Во всяком случае, он может доказать, что у него объективно не было возможности увидеть этот знак. Для этого существуют ведь определенные нормы и требования по установке знаков. Мы решили проехать по центральной части города и посмотреть, какие участки можно назвать проблемными, а где наоборот. Пример для подражания. И первым действительно запутанным участком оказался ремонт трассы по Волгоградской. Постоянная смена направления движения, неправильная расстановка знаков приводят к созданию аварийных ситуаций. Начиная от микрорайона «Юбилейный» и практически до конца красной линии, над всей дорогой висят знаки пешеходного перехода. Для водителей это очень удобно, ведь на каждой стороне по четыре полосы движения. Только пешеходы их могут не замечать. Вот здесь есть уже знаки пешеходного перехода. И над дорогой, и возле дороги. У нас очень много пешеходных переходов. И достаточно часто встречаются пешеходные переходы, хотя нашим людям все равно их мало. Им надо, чтобы через каждые 30 метров был пешеходный переход. Каждые 30 метров. Вот как столб и пешеходный переход. Вот тогда будет замечательно. Едем дальше. Следующая остановка на крессе. Движение в сторону Заречного. Тут кое-чего не хватает. У нас есть проблемы по знакам. Я бы хотела сказать в том плане, что их нет там, где они должны быть. Вот сейчас у нас пошла мода повсеместно устанавливать вот так называемые вот эти лежачие полицейские. То есть средства для принудительного снижения скорости. Вот здесь нет знака, что здесь есть лежачий полицейский. Дальше опять есть лежачий полицейский. Опять нет знака. Водители, если будете ехать на Заречный, предупреждаем, возле Покровского райсовета нет знака даже ограничения скорости. Поэтому можете хорошо подпрыгнуть на бугре и сразу поехать ремонтировать свое авто. А вот с обратной стороны они дублируются трижды. Цены на дорожные знаки стартуют от 100 гривен и заканчиваются на отметке полторы тысячи. Если табличка действительно необходима, за этим можно обратиться либо в полицию, либо в райсовет. Таких людей много. Чаще всего просят ограничить проезд или вовсе запретить его. Прохают установить дорожные знаки, которые обмеживают или заборонят рух. Славно-звісно, дорожный знак 321 въезд заборонен, просто в народе кирпич называют его. Мы решили спросить у криворожан, видели ли они действительно необходимые знаки и таблички. И что же думают о неизвестных предупреждениях? Это осторожно слепые пассажиры, люди. Я так понял, внимание при переходе могут быть со зрения. Если это населенный пункт, я знаю в правилах населенный пункт, но это силуэт и домов. Да, значит. Населенный пункт, современный знак. Начало плотной застройки называется. Не встречали? В общем, выпендриваться как не могут. Ну, да. Поселок городского типа. Да, а где вы же видели? У нас нет, не помню. Такой знак встречали когда-то? Нет. Когда-то да. Только где не помню. Внимание, главное, дорога. Что-то идиотский знак, предупреждающий. Стрелка эта, я так понимаю. Ну, направление прямо, опять разрезительная полоса. Я говорю, это тупиковый знак. В Украине около 200 знаков дорожного движения. В Канаде их существует не более сотни. Здесь правила отличаются от наших, но при этом водители за рулем не забивают голову лишней информации. На пешеходном переходе есть только сигнал «стоп». Здесь нет табличек, которые у нас служат лишь дополнением к знаку. А ремонт дороги обозначает всего одним предупреждением и не строит запутанную схему проезда. Чтобы на дорогах был порядок, мы предлагаем провести онлайн-голосование среди водителей Украины на необходимость тех или иных дорожных знаков. Убрать из правил дорожного движения откровенно ненужные знаки и таблички. На опасных участках дороги дуплировать знаки на дорожной полосе. Искореженные, обрисованные и прожавевшие. Знаки в любом виде имеют свое значение. В некоторых местах их вообще нет. Это и приводит к авариям. А ведь дороги – это необходимая часть городской среды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин